Сейчас у нас есть замечательная возможность детальнее обсудить ситуацию на Харьковщине. К нашему эфиру присоединяется Наталья Попова, советник главы Харьковской областной военной администрации. Наталья, здравствуйте. Громадное, спасибо, что нашли время. Наталья, смотрите, давайте вот оттолкнемся от чего. Итак, 15 марта российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. В результате этого варварского вражеского обстрела частично разрушено учебное заведение. Расскажите, пожалуйста, более детально, каковы последствия данного военного преступления. Это произошло достаточно рано утром. После 9 утра это была ракета предварительно С-300. К счастью, по удивительному стечению обстоятельств обошлось без раненых, невзирая на то, что это учебное заведение, которое находится во дворе густонаселенного жилого района, везде многоэтажки, десятки стекол у людей повылетали. Сейчас там идет оценка этих разрушений. О том, будет ли восстановлено это здание, в каком виде, когда, будем говорить чуть позже, когда станет ясно, пошла ли трещина фундамента. Но это очередное доказательство того, что, кроме как с гражданским населением, наши враги воевать не могут ни с кем. Наталья, а минувшая ночь как прошла в Харькове, на Харьковщине? К счастью, без ракетных ударов по Харькову, в принципе, чему мы... Каждая пережитая спокойная ночь для нас радость. Если говорить о области, то это минимум 14 населенных пунктов было обстреляно. Как и ранее, по Купенскому направлению, село Гряныкивка. Это то направление, где наши противники пытаются наступать. Но, как и ранее, наша армия дала достойный отпор, и русские отступили с потерями. Харьков, на самом деле, в том числе, это невероятный просто город, где живут невероятные люди. Что тут говорить? Полномасштабная война, но город живет, несмотря ни на что. Ну и вот, насколько мы знаем, в Харькове запустили движение троллейбуса. Во-первых, так ли это? На самом ли деле скоро вернется в строй, так сказать, и харьковские трамваи? И все ли идет вообще по плану в этом контексте, в контексте транспорта? И как продвигается совместная работа коммунальщиков и энергетиков? Ну, во-первых, я хочу начать с того, что низкий поклон и благодарность энергетикам. Потому что, если бы не они, то, наверное, в Харькове уже долгие месяца был бы блок-аут. Потому что они каждый раз творят невероятные вещи. И не всегда можно объяснить, каким образом удалось так быстро восстановить энергетику. После ударов 9-го числа, да, к сожалению, у нас остановился весь электротранспорт. Было выведено более 90 маршрутов автобусов. И сейчас можно сказать о том, что весь общественный транспорт сегодня утром уже вышел на маршруты. Это метрополитен, троллейбусы и трамваи. И, как и ранее, они в Харькове для всех бесплатные. Да, это очень важно. Я уверен, что это сейчас серьезная поддержка для жителей Харькова. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с пунктами несокрушимости? Много ли их сегодня в городе? Как они работают? Как удается поддерживать их работу? И насколько это помогает людям? На данный момент в области развернуто 709 пунктов несокрушимости. Такое количество было задействовано, например, во время последних обстрелов ракетных, когда по Харьковской области прилетело 15 ракет. Более 40 тысяч человек за два дня с 9 по 11 марта воспользовались пунктом несокрушимости. Уже более 120 тысяч за время их, в принципе, существования. Это говорит о высокой востребованности. Самое главное о том, что потребности жителей нашего региона удовлетворяются, невзирая на массовые обстрелы по нашему региону. Наталья, вы знаете, вот на самом деле, хочу немножко поменять вектор нашей беседы. Не секрет, что российские оккупанты часто, когда убегают, осуществляют этот жест доброй воли, как они в кавычках это называют, смотрите, часто оставляют после себя эти преступные подарочки в виде заминирований. Конечно же, это колоссальная проблема для всей Украины, но мы знаем о том, что это очень важный момент также и на Харьковщине, ведь заминировано, по сути, требует разминирования около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Да-да-да. Какова сейчас ситуация с разминированием? Вообще, возможно ли проведение или, возможно, оно уже ведется? Вот в этом контексте, пожалуйста, охарактеризуйте то, что происходит. Это только сельскохозяйственных угодий, вы сказали. Еще есть лесополоса, там промзоны. Говорить о полном объеме необходимых работ, даже работ сейчас рано, потому что обстрелы продолжаются каждый день 10-20 населенных пунктов, прилетают новые взрывоопасные объекты, которые некоторые не раскрываются. Пару дней назад у нас человек подорвался на взрывоопасном объекте у себя во дворе, после чего туда прибыли саперы и на частном территории, частного дома нашли еще 70 взрывоопасных объектов. Это просто говорит о уровне засоренности. На данный момент в Харьковской области работают сведенные отряды саперов с территории практически всей Украины. Они работают ежедневно, без выходных. Но говорить о том, какое время им понадобится, либо, знаете, какая динамика разминирования крайне сложна, потому что если бы обстрелы прекратились, у нас бы была точка, от которой мы можем оттолкнуться, мы начали по какой-то доле процента разминировать территории. Но пока мы разминируем 100 взрывоопасных объектов, а прилетает 150 еще, к сожалению, мы останемся в ближайшее время в топе по уровню засоренности наших территорий. Наталья, враг усиливает активность в Купинском районе. Расскажите, пожалуйста, о том, как там сейчас обстоят дела и насколько гуманитарная ситуация ухудшилась или в целом изменилась там. Есть ли возможность эвакуировать мирное население? Эвакуация там проходит ежедневно с момента деоккупации территории, согласно заявок людей, которые хотят покинуть территорию. С момента, когда объявили обязательную эвакуацию для детей в трех громадах Купинского района, оттуда уехало в районе 60 деток, это которые семье изъявили желание. Остальные, к сожалению, на данный момент остаются там, а родители отказываются выезжать, в связи с тем, что у них есть какие-то домашние животные, небольшие фирмы, огороды, то есть они остаются там. Да, обстрелы сильнейшие. В одном из сел за прошедшие сутки было порядка 60 прилетов. Это говорит о том, что враг пытается создать какую-то серую зону, вывести из себя гражданское население. Но однозначно могу сказать, что благодаря старостам сел, которые остаются на местах, объезжают села, знают, где кто находится. Мы понимаем, куда доставлять гуманитарную помощь, ее доставляют и громада, и ВЦА, и волонтеры. Это, понятное дело, не ежедневно, но раз в неделю, в несколько дней туда заезжают, так же, как и автобусы эвакуации, которые предлагают и пытаются донести людям, что на время оттуда надо выехать, пока ситуация не стабилизируется. Но в целом в район, на контролируемой территории нами, которые были ранее докупированы, мы заезжаем и доставляем гуманитарную помощь. Наталья, спасибо большое, держитесь, мы с вами, весь мир сейчас поддерживает, это не пафос речь, это действительно так, поддерживает Харьков, украинский Харьков в том числе. С нами была Наталья Попова, советник главы Харьковской областной военной администрации, еще раз благодарим вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...